Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Лара из Махмуд Лара и мы с вами сегодня поехали на завтрак. Сегодня у меня утро началось вот с такого завтрака, лимоны. Здесь мы приехали на Димчае, здесь закрыты все палаточки. Сейчас вам покажу, как там. Вы знаете, ну уже не раз, конечно, была на Димчае, на всяких завтраках, на это. Но вот здесь первый раз. Посмотрите, как красиво, но правда страшно. Видите, на каких подставочках они есть. Там низко, даже страшно мне подходить к краю. Я вот здесь на такой открытой верандочке специально зашла, чтобы снять это видео. Там, видите, высоко в горах, там поднимается машина. Здесь внизу, вам не слышно, но мне хорошо слышно, шум реки. И вот здесь такие рядом беседочки. Ну, хочу вам сказать, смотрите, сколько апельсинов лежит рядом. Да, апельсины или мандарины. Все на земле уже. Хотела сказать, что проезжали очень много, очень много вот этих пикников, ну, как ресторанчиков. И хочу сказать, что, конечно, все-все закрыто. Просто здесь вот я вижу, есть детская площадка. Ну, никого, кроме нас, уже нет. Площадка детская довольно приличная. Я думаю, летом, да, видите, сколько места. Там наверху еще. Сейчас я вам покажу. Летом, когда много народу, я думаю, что и здесь все закрыто. Видите, какие горы красивые. И здесь наверху у них тоже все есть. Это, наверное, одно из немногих мест, где еще остался... Вот вы видите, если видите, там написано прям как хвалтисии. Это значит, их много. Завтраков. Ну и, конечно, очень красиво. Вчера у нас была ужасная погода. Ну, не ужасная, прямо ужасная. Ну, был дождик, было пасмурно. Сегодня я вышла в куртке. А на улице вот какая красота. Небо голубое. Солнце яркое. Если вам видно будет. Да? Ну вот, а я пошла начинаю завтракать. Покажу вам, что за завтрак. Ну и поговорим с вами за завтраком. Вот видите, вот такие закрытые у них беседочки. Я думаю, что летом они не закрытые. А сейчас они закрытые. Но все равно все приготовлено на всякий случай. Ну вот, здесь я поднималась. Чтобы вам снять открытое пространство. И хочу сказать, что досточки-то такие хлипенькие. На мой-то вес. Сейчас попробую вот сюда встать. Вот. Вот здесь даже лучше будет. Кто знает, потом напишите, что это такое ДСАИ. Потому что я не знаю. Но тут я думаю, что спуск для воды, скорее всего, да? Такая плотина. Я думаю, что это какая-то плотина сделана. Здорово. Вот в этой беседке расположились мы. И здесь даже есть вот такое окошечко. Вон, под нами, видите, мандаринки. Ну, прикольно. Но все равно, если, допустим, зимой кто-то хочет здесь побыть, то тоже может здесь побыть. Пока ждем завтрак, нам принесли чай. Как всегда, турецкие. Вот мои кроссовочки. Вот так выглядит кабиночка. Вот так выглядит беседочка. Вот пришел вот такой гость. Да. Конечно, здесь кошка Млофа. Все их любят, они ничего не боятся. Ходят где хотят, их везде кормят. Ну, вообще класс. Конечно, сидеть возле реки здесь прохладненько. Я сижу в куртке, и здесь не жарко. Одно дело, когда я по городу ушла, да, и там было прям жарко. В куртке, в джинсах было жарко. Здесь вот я хочу сказать, что здесь довольно прохладно. Сейчас я вам хотела еще, знаете, что рассказать по поводу урагана в Анталии. Да, все пишут, все много пишут, там такие ужасы показывают. Но я вчера позвонила знакомым в Анталию. И мне сказали, что в центре Анталии они вообще не заметили, что там где-то было. А Леночка, это вот моя подписчица, да, они купили квартиру в Анталии. Она сказала, что у них, где они, они тоже там повыше живут, у них, ну, ничего не чувствовалось. Ну, просто шел этот дождь, и все. И потом уже через полчаса были сухие асфальты. А когда они приехали по делам в Куни-Ялты, район Лиман, там вот, Хурман, тут было лужи, где-то у машин по колесам. Ну, и то через какое-то время все там, ну, все уже было сухое. Поэтому, ну, поэтому я не знаю, ну, такого урагана, как пишут все, ну, мои знакомые не увидели. Вот. Потом хочу сказать про Аланию, да, спрашивали, как у вас дела, там все. Я тоже рассказывала. У нас был ветер сильный. У меня, знаете, даже, я рассказывала, да, сильный, тяжелый-тяжелый ковер висел на этом, на балконе. Его унесло. Вот, спросила у дочери, так как они живут на первой линии, а она сказала, что дети даже не заметили. Ну, было все закрыто, ну, окна. Она говорит, ты, ну, не было такого, что там летали зонтики, там то-то, то-то. Не было. Но вчера вечером мы с ней слышали, ну, вот прям у них возле дома было не видно, уже темно, но слышали шум моря такое, видно, что было такое бушующее море. Нигде ничего там не летало, нигде ничего не переворачивалось. Ну, вот у нас как-то так прошло. В самой Алане я не знаю. Я там не была, ну, рассказываю вот то, что у нас. Я тоже, у меня были двери закрыты, и поэтому я ничего не почувствовала. Ну, нам принесли уже тарелочки, чай. А, это такая печечка у них, да? Для того, чтобы чай постоянно был горячий. Ну, здорово. Так как мы тут не одни, тут много народу кушать. Почти все в беседке заняты. Ну, как здорово. И он будет всегда горячий. Вот, пришел к нам наш завтрак. Ну, он совсем маленький завтрак. Я не знаю, все это или нет, потому что обычно еще есть лепешки, и обычно еще есть яйца жареные. Но здесь вот зато ни разу не было вот этих лепешек гюзльме, которые, хотел сказать, бабушки пекут. Вот, ну, попробуем. Во всяком случае, он нам сказал Афьетлсу. Так что, скорее всего, начинаем есть. Несмотря на то, что пока почему-то нет даже хлеба, ну, гюзльме вкусное. Здесь я уже себе по это. Ну, и все по очереди попробую. Главное, чай есть горячий. Здесь вот баклажаны. Я, правда, баклажан уже съела. Перец. Изюм. Изюм, кстати. Пришла наша все-таки яичница. Вот она. Все-таки яичница горяченькая есть. Ну, и, судя по всему, нам принесут еще и хлеб. Так что, все потихонечку налаживается. Ну, хочу сказать, что, несмотря на то, что я переживала, что нам не хватит, да, ну, вот, еще сколько гюзльме, да, еще яичница эта, и по-хорошему я, по правильной сказать, уже просто наелась. Но все равно буду продолжать еще кушать. Оказалось, все действительно настолько сытно. И помидорки пошли на завтрак, и огурчик, и баклажаны, и перчик. Удивительно. Никогда бы так просто не ела это. Все на завтрак, а так все вкусно. Ну, вот и принесли нам лепешки. Ой, обожаю их лепешки, правда. Ой-ой-ой, чай побежал. Ну, мы эту беду исправили. Ну, это и постоянно горячий чай. Это тоже здорово. Ну, и все, сейчас будем есть яичницу. Настолько неудобно одной рукой есть и снимать. Сейчас попробую вам покажу, как они едят. Берут вот яичницу. Сюда кладут. Так, заворачивают. Ой. И вот так едят яичницу. Ну, тоже прикольно. Хотела вам еще рассказать, вот сколько не было на завтраках, всегда там дают вот такое масло, да. Я, сколько его не пробовала, оно напоминало какой-то маргарин. И думала, ну, это так невкусно. Какое у них невкусное масло, ну, такое натуральное. А сейчас ем, во-первых, горячая лепешка. Лепешки нам принесли горячие. Вот. И такое масло, это вот просто что-то тает во рту. Ну, такая вкуснотища. И хочу вам сказать, что сыр я тоже раньше так не ела. Вот кусочек сыра. Обмакиваешь мед. И ешь. И тоже очень вкусно. Ну, и по-честному, конечно, сказать, я уже просто объелась. Но все вкусно. Я даже вот варенье еще не пробовала. Я все равно его попробую. Ну, а масло просто обалдеть. Какое вкусное. Видите, гизлюмия еще остается. Такой турецкий завтрак стоит 60 лир. На сегодняшний день это 330 рублей. Ну, на человека, конечно. Это 120 лир. Это где-то 600 рублей. Вот так. Ну, и, конечно, с видом, как я вам сказала, на горы. Для вас я, конечно, попробовала все. В том числе, очень вкусное варенье из изюма. Здесь такой изюм был. Тоже вкусный. И вот очень вкусное варенье. Очень. Угу. Ну, сейчас попробуем, что вот это такое. Из чего это варенье? Вот, наверное, какие-нибудь персики. Блин. Что это? Ничего себе. Ну, да. Скорее всего, это какой-то персик. Ну, я думаю, что это персик. Мне сказали, что это кайсы. Ну, скорее всего, это персик по-турецки. Слушайте, ну, я уже просто объелась. Знаете, что-то так уже отвалилось. Вообще, просто класс. Ну, вот, хотела вам сказать, завтрак наш закончился. Чаек мы потушили. Вот. Чем хорош турецкий завтрак, чем мне он очень нравится, что здесь можно сидеть долго, никто тебя никуда не торопит. Ой, смотрите, тут лимонные. Сейчас подойду к лимонам. Это все сплошь лимоны. А у нас еще осталось много гюзельми. И вот наш хозяин пошел упаковывать нам домой. Потому что осталось действительно много. Как я вам говорила, что народу здесь все прибывает. Наверное, это одно из немногих мест, где еще осталось открытые веранды. Ну, вот, во всяком случае, за нами там тоже сидят, кушают две. Вот. И здесь вот у них вообще печка, если вы видите. Да, там вообще тепло, значит. Вообще классно. Вот им тоже несут завтрак. А, вот там еще одно, видите? Туда тоже несется завтрак. Ну вот, снимаю для вас специально название. Ориентиров тут, ну, никаких нет. Наверное, есть. Вот эта дамба, это, скорее всего, классный ориентир. Но хочу сказать, что здесь довольно прилично. Допустим, если позавтракать, то вкусно, как оказалось. Действительно, все очень вкусно. Несмотря на то, что мне сначала показалось, что этого мало там, и все. Нет, довольно много. Ну и... Несмотря на то, что мне показалось сначала, что это мало, но еды было много. Ну и плюс, конечно, вот смотрите, какой вид здесь. я вам уже все сняла. Кого-то еще кормят, а мы поехали домой. Вот, посмотрите, ну разве это не красота? Погода сегодня, несмотря на то, что сегодня 9-е, 9-е декабря. Знаете, какая классная. КОНЕЦ КОНЕЦ ПОДПИСМЕНТОР 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 на парковках ничего до следующего лета ждет дим чай своих туристов ну и и и и и и и и это кистель конечно это не центр кистеля это объездная дорога но все равно кистель ну вот а это наш любимый мох веклар видите все совсем по-другому все уютно красиво все зелено солнечно сегодня погода прям замечательно даже не верится что вчера был дождь и было пасмурно очень красиво